Итак, давайте поговорим с вами о том, почему мормоны считают себя единственной истинной церковью, которая существует сегодня на лице Земли, и почему они считают, что они являются восстановлением того настоящего христианства, которое однажды с лица Земли исчезло. Мормоны говорят о том, что вскоре после появления христианства, со смертью первых апостолов, настоящая христианская церковь скатилась в отступничество, оставила истину и полностью исчезла с лица Земли. Не частично, а именно полностью, вообще больше не существовало. Они писали так. Восстановленная церковь утверждает, что в период апостолов и по его окончании началось всеобщее отступничество, и что изначально церковь, как божественное установление, лишилась силы, власти и благословений и выродилась в простую земную организацию. В истории мормонской церкви есть такой эпизод, который называется «Первое видение Джозефа Смита». История такова, что когда Джозеф Смит, будучи еще молодым человеком, не знал, к какой церкви ему присоединиться, он однажды отправился в рощу неподалеку от своего дома для того, чтобы обратиться к Богу в молитве с вопросом о том, какую церковь ему избрать. И якобы в этот момент ему явились Бог-отец и Бог-сын. На самом деле существует несколько вариантов рассказов о том, кто ему явился и что ему там было сказано. Вот официальная версия говорит о том, что ему явились Бог-отец и Бог-сын, которые сказали следующее. «Мне ответили, что я не должен присоединяться ни к одной из существующих христианских церквей, так как все они неправильны. И лицо обратившейся ко мне сказала, что все их вероучения омерзительны в его глазах, что все их исповедующие извратились, что они приближаются ко мне устами своими, но сердца же их далеко от меня, и они проповедуют заповеди человеческие как учения, имея вид божественного, но отрицают силу его». То есть, согласно тому, что было сказано Джозефу Смиту во время первого видения, все христианские церкви, которые существовали в тот момент на лице земли, были извращены и оставили христианскую истину. Вопрос какого характера? Та церковь, которая была организована в Антиохии, они уже осуждают эту церковь? В силу того, что это происходило при жизни апостолов, христианство еще существовало. А к деяниям апостолов и к этим книгам, к посланиям апостолов они как относятся? Значит, все писания, которые включены в Библию, все 66, условно говоря, книг, хотя там есть одна оговорка, ну, по крайней мере, к 65 книгам писаний они относятся как к Божьему слову, хотя и искаженному. Но после смерти апостолов, то есть после того времени, которое описано в Библии, они считают, что христианская церковь отступила от этого учения и превратилась в простую земную организацию, не имеющую никакого отношения к Богу. Вера в исчезновение первоначальной христианской церкви имеет для мормонов принципиальное значение, потому что только всеобщее оступничество церкви могло послужить основанием для восстановления церкви. Один из первых апостолов-мормонов, которого звали Джеймс Телмодж, он скончался в 1933 году, в начале 20 века говорил об этом как об установленном факте. «Значение и важность великого отступничества как условия, предшествующего воссозданию церкви в нынешнее время, очевидны. Если пресловутое отступничество первой церкви не было реальностью, церковь Иисуса Христа святых последних дней не является божественным установлением, как о том говорит ее название». То есть еще раз, если отступничество церкви в первые века не произошло, то по признанию самих мормонов современная церковь Иисуса Христа святых последних дней не является божественным установлением. Потому что ключевым моментом и ключевым принципом ее существования является то, что она является восстановлением церкви, однажды с лица земли исчезнувшей. И поэтому если нам с вами удастся показать мормонам, что церковь настоящая никогда с лица земли не исчезала, то это автоматически исключает возможность того, что современная церковь мормонов является божьей церковью. Вот давайте зададимся вопросом о том, возможно ли, чтобы христианская церковь однажды исчезла с лица земли. В доказательство того, что полное отступление церкви на самом деле имело место, мормоны ссылаются на ряд библейских текстов. Например, Матфея 24-4-14, Деяние 20-28-30, 2 Тимофею 3-1-5, 2 Тимофею 3-14-15, 2 Тимофею 4-3-4. Все эти ссылки я взял с официального сайта церкви Иисуса Христа, святых последних дней. Однако во всех этих случаях речь идет не о полном отступлении людей от Христа, а о частичном отступлении. И в 1 Тимофею 4-1 мы с вами читаем, «Дуже ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры». То есть на самом деле Господь говорит о том, что в последние времена во многих охладеет любовь. На самом деле Господь говорит о том, что в последние времена некоторые отступят от веры. Но Писание нигде и никогда не говорит о том, что христианская церковь однажды может перестать или перестанет существовать на земле. Более того, Господь обещал в Евангелии от Матфея 16 глава 17 стих, что врата ада никогда не одолеют его церковь. Если учение мормонов о всеобщем отступлении справедливо, то врата ада не только одолели христианскую церковь, но и потоптались на ее могиле. Более того, интересный момент, что идея о полном отступничестве христианской церкви не согласуется с учением самих мормонов. Потому что в учении мормонов есть очень интересный момент. В одной из книг, которые входят в состав книги Мормона, что вам проще было, я сразу скажу, что книга Мормона это не одна книга такая целостная, а это тоже, как и Библия, сборник из нескольких книг, якобы написанных в разное время. И вот в одной из книг, которые входят в книгу Мормона, она называется «Третья книга Нефия», в 28 главе говорится о том, что когда Господь Иисус Христос после своего воскресения якобы посетил американский континент, он там избрал троих из своих учеников и дал им обещание, что они будут находиться на земле, не умрут до тех пор, пока он не вернется на землю еще раз. И мормоны также верят, что такое же точное обещание было дано еще одному из апостолов, которые жили в Иерусалиме, апостолу Иоанну Богослову. То есть, по крайней мере, четыре человека, которые жили на земле во время первого пришествия Христа, получили обещание о том, что они не умрут до тех пор, пока Христос не вернется второй раз. И им было дано поручение остаться на земле не просто как свидетелям, но как проповедникам. Говорится об этом следующее. «Они шли по лицу земли, служа всем народом, присоединяя крещением к церкви всех принявших учения, и все крестившиеся удостаивались Духа Святого». И это же служение они должны были совершать в будущем. Когда Господь найдет нужным по мудрости своей, они будут служить всем рассеянным племенам Израиля, и всем народам, языкам и племенам, и среди них они обратят много душ к Иисусу, дабы выполнить свое желание, а также потому, что будут обладать убеждающей силой Божьей. Возникает вопрос, если на земле все это время жило 4 человека, которые получили такое обещание, и которые имели такую силу, каким образом христианская церковь могла исчезнуть с лица земли? Если даже все апостолы не умерли, но один из них, апостол Иоанн Богослов, где-то до сих пор в этом мире живет, хотя мы не знаем где он, как выглядит и как его найти. Но он где-то ходит по земле и проповедует свое учение. Таким образом, учение мормонов о том, что христианская церковь исчезла с лица земли, не только противоречит Писанию, но и противоречит самим мормонским учениям. А поскольку это учение не имеет на собой никакого серьезного основания, кроме утверждения мормонских пророков, то сам факт существования мормонской церкви, само утверждение о том, что она является сегодня истиной церковью на земле, является ничем иным, как вымыслом, который не основан ни на чем. Мормонская церковь не может существовать и не имеет права называться Божьей церковью. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.3wtvseminary.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok